Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня хочу рассказать о том, как завершилась моя эпопея со структурной нотой. Первая моя попытка инвестировать в структурные ноты. О структурных нотах я рассказывал до этого, где-то в марте месяце. И это была структурная нота на акции стали литейных компаний США. Напомню, что по условиям структурной ноты, значит, там было выбрано три крупнейших стали литейных компаний США и мира. И если эти акции вырастут, то, соответственно, структурная нота закрывается и приносит 15% годовых сразу в валюте. А если хотя бы одна из этих акций там немножечко опустится, то я стабильно получаю 15% годовых в валюте. До тех пор, пока она не выйдет ниже уровня. Ну, а если выше уровня, то, соответственно, более подробно я о структурных нотах рассказывал в предыдущих видео, не буду повторяться. Итак, что случилось со структурной нотой? Ну, она закрылась, как и ожидалось. Три месяца прошло, и она, в общем, закрылась. Вот, давайте покажу сейчас результат. Итак, у меня в личном кабинете открытие брокер, вот что появилось. Смотрите. Вот здесь вот я вносил средства. Значит, здесь у меня было на тот момент 649 975 рублей. Вот, они ушли. Вот, и, соответственно, ну да, и я вывел остаток денег, которые на другой счет. И вот сейчас поступление. Во-первых, ну, активы 650 011, то есть, нота закрылась. Вот, и поступление от дохода, дохода от ценных бумаг 23 614 69 рублей. И удержан там, соответственно, налог. Ну, как и ожидалось, нота закрылась. Значит, на счет вернулось все 10 тысяч долларов, которые стоила эта нота. И плюс 375 долларов. Это одна четверть от полутора тысяч долларов, которые были положены в качестве купонного дохода. То есть, купонный доход был 15% годовых, ожидаемый. 15% годовых – это полторы тысячи от 10 тысяч долларов. Соответственно, за полгода 750 долларов. И за три месяца 375 долларов. Ровно половина от этой суммы, от 750. Вот, то есть, все в полном объеме было зачислено и выполнено. Давайте посмотрим на сейчас, ну, на все эти компании, как они вели себя. Эти компании. Ну, первая компания POSCO была, это южнокорейская. Ну, то есть, она не южнокорейская, она базируется в Южной Корее. Но, очень бизнес ведет во многом в Америке. Вот, смотрите, вот примерно здесь 70... Насколько я помню, 74.40. На момент старта структурной ноты стоили акции этой компании. И следующая точка наблюдения через три месяца была... Здесь было, смотрим сейчас, 23 марта 2018 года. Следующая точка наблюдения спустя три месяца, 23 июня. Июня примерно. Вот здесь. Примерно вот здесь. И мы видим, что акции этой компании, они вырастали сначала, потом падали. И на момент точки наблюдения, где-то 77 долларов за одну акцию. Соответственно, она вышла выше диапазона. И эта акция выполнила, ну, вот, условия выхода наверх. Следующая акция, которая была, это акция... Акей, стил холдинг корпорейшн, американская. Вот. Так, сейчас посмотрим. Ну, аналогично. Значит, смотрите. Так. Вот, 23 числа она стоила 4, где-то 59 долларов за одну акцию. И смотрим, что произошло с этой... На... С этой компанией, с акцией этой компании на 25 июня. 25. 4,55. Ну, немножечко она... Вылезла за границей диапазона тоже. Она выросла и, соответственно, выполнила условия. Совсем на чуть-чуть вылезла. Буквально. Ну, вылезла. Вот. И следующая акция, которая была... United States Steel Corporation. Аналогично, значит, смотрите. 23 марта она стоила примерно 35-34 доллара за штуку. И, соответственно, 25-я... 35-52. Совсем чуть-чуть, но вылезла. А мы и поднимались, и опускались. И вылезли. Вы видели, что акции, ну, в принципе, они, так сказать, подрастали какие-то акции. Подрастали, падали, подрастали, падали. То есть, они болтались, в принципе, на одном месте. И доходность, если бы мы купили эти акции, была бы, ну, какой-то там минимальной или чисто такой призрачной. А доходность от структурной ноты 15% годовых в валюте. И вот вы видите, что эти деньги поступили 15% годовых. То есть, 10 тысяч долларов поступило и 375 долларов. Это доход. На доход, естественно, взяли подоходный налог. Он берется. Ну, это того стоит. То есть, мы получили доход, мы заплатили налог. Все чисто, все прозрачно. Что получилось, какой финансовый результат? Ну, финансовый результат получился, если в рублях считать, то, в общем-то, ну... Можно сказать, никакой, потому что за это время, ну, когда мы покупали ноту, там... Ну, во-первых, нота была куплена немножко дороже, чем она стоила, потому что она была уже куплена не по номиналу, а чуть выше номинала. Она была куплена на вне биржевом рынке. Вот. То есть, она чуть выше номинала была куплена. И когда мы покупали ноту, доллар стоил чуть... Сейчас... Чуть дороже, чем на тот момент, когда мы эту ноту закрыли. То есть, в долларах прибыль получилась, в рублях прибыль была меньше, потому что сам рубль укрепился. И вот вам результат. Вот. Но и в рублях тоже получилась все равно прибыль, там, в районе, там, ну, 10 тысяч. То есть, не 20 тысяч рублей, а в районе 10, там, 15 тысяч. Если считать в большой перспективе, то, конечно, этот инструмент очень-очень выгодный получается. И получается, что в валюте, по крайней мере... А что будет с валютой дальше, кто его знает. Вот. Поэтому, значит, я рекомендую всем часть средств иметь в рублях, а часть средств иметь в валюте, распределять. Вот. И один из инструментов, один из самых выгодных инструментов для хранения средств в валюте с высокой степенью надежности – это структурные ноты. Ну, о том, как открыть структурную ноту, я уже рассказывал, не буду повторяться. Вот. Что сейчас происходит с этим делом? Сейчас, естественно, ну, надо перекладывать уже другие ноты будут структурные. Но об этом я расскажу в ближайшем видео, какие сейчас структурные ноты предлагаются для инвестиций. Вот. Я еще, откровенно говоря, сам пока не сделал выбор. Там есть два варианта. Один вариант я уже рассказывал в предыдущем видео. Ну, сейчас я думаю, что вы видите ссылку на это видео. Вот. И сейчас появился новый вариант в июле уже. Ну, об этом я расскажу позже. Надеюсь, ну, в качестве информации это видео было полезно. Очень хороший вариант для инвестирования, рекомендую. Спасибо за внимание. С вами был Деменков Юрий.